Самарская ракета Трава без дома С какими трудностями сталкиваются Многодетные семьи, имеющие право На бесплатную землю Пролетариат вновь в моде Самые востребованные вакансии в Самаре Праздник к нам приходит Елочные базары в Самаре откроют уже 5 декабря Мастер-класс от итальяна Вера Почетный консул Джингуидо Бредо В рамках мировой недели итальянской кухни Приготовил журналистам пасту Наш корреспондент призналась, было вкусно Юбилейная экспедиция отправилась к МКС Самарская ракета «Союз-ФГ» Успешно вывела на орбиту Транспортный пилотируемый корабль Новой модификации «Союз-МС» Это уже третий запуск корабля такого типа Он доставит на Международную космическую станцию Новый экипаж 50-й экспедиции В его составе Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий Европейский астронавт Тома Песке И женщина на борту Астронавт НАСА Пегги Уитсон Пуск состоялся ночью в 23.20 По московскому времени С гагаринского старта космодрома Байконур Стыковка корабля со станции запланирована На час ночи 20 ноября Командир экипажа Олег Новицкий На предполетной пресс-конференции Сообщил, что планируется провести 44 эксперимента А результаты этой работы Впоследствии могут принести пользу Всему человечеству Немножко новый корабль Немножко новые системы Замечательный новый экипаж Какие-то новые эксперименты Вот в этом всем плане На международное ощущение Как-то можно будет подтвердить И опять же обрадоваться Как что ты увидишь Землю с космического полета Попытаешься показать эту красоту Всем людям Земельные наделы Для многодетных семей В чистом поле Участки, которые формируются По президентской программе Зачастую непригодны для строительства Поскольку выделяются без коммуникаций В Самарской области Уже более 9 тысяч семей Получили землю Но к строительству Приступили лишь единицы За помощью многодетные родители Обратились в общественный совет По вопросам прав и свобод человека На расширенном заседании Эта тема стала одной из главных Олег Зверев выслушал мнение Ольга Красильникова Мама троих детей А с недавних пор еще и обладательница участка Вот только мечта о доме На своей земле пока не сбылась Тольяттинской семье Дали надел без коммуникаций И в Ставропольском районе Из-за разделения полномочий Между городом и деревней Непонятно какой из муниципалитетов Должен помогать обустроиться Эти участки даются Под индивидуальное жилищное строительство И большая часть многодетных Они готовы переехать На территорию Ставропольского района И жить там Ну мы как вот В сельском поселении Мусорка Мы сами ходим Оббиваем пороги чиновников Мы добились того Что у нас сейчас большая часть Уже как бы С электричеством Нашим многодетные И таких семей в Самарской области немало Так сложилось Что в разных регионах И поселениях Многодетные семьи Получили разные участки Все зависит от того Насколько добросовестно Местные власти Подходят к решению этой проблемы Эта тема стала ключевой В повестке дня На расширенном заседании Общественного и экспертного совета По вопросам прав и свобод человека Свои решения предлагают Чиновники, общественники И правозащитники Я считаю Что должна быть Краткосрочная И долгосрочная программа Это в первую очередь А во-вторых Считаю Что должно быть Подписано соглашение Между Муниципальными образованиями Межвселенных территорий Например Тольятти И Ставропольский район Если это жители Тольятти Получается В Ставропольском районе Они не должны Снимать с себя Ответственность И обязанность За обустройство Заказание помощи Многодетным семьям Которые проживают На территории Этих муниципальных образований В Самарской области Сформировано 11,5 тысяч участков А многодетных семей В два раза больше По мнению экспертов Меры необходимо принимать На всех уровнях власти Чтобы на этой земле Можно было начать строить Уже сегодня А не потом Когда дети уже вырастут Олег Зверев Станислав Левин События Праздник к нам приходит В этом году Особенно рано Официальные елочные базары Заработают уже 5 декабря Но сама торговля Начнется традиционно Ближе к празднику Примерно после 15-го числа Сейчас в муниципальном предприятии Ярмаке Самары Идет прием заявок От предпринимателей Которые и будут продавать Ели и сосны На самарских улицах Уже поступило 170 заявлений Разрешение на торговлю Получат все предприниматели Которые предоставили Весь пакет документов И выполнили все требования По оформлению участка Елочный базар Должен быть обнесен Специальным ограждением Эти комплекты У нас есть в наличии Мы будем их выдавать В аренду На период работы Этого Все этой ярмарки У нас также есть Упаковочная сетка Желающие могут Эту сетку купить у нас Могут приобрести Самостоятельно Должны быть такие аппараты Для упаковки елок Еще одно важное условие Все торговцы После закрытия Должны привести Свои участки в порядок Убрать ограждения А также обломки веток Хвои Расчистить площадку Для этого они Подпишут договор С управляющей компанией И оставят Муниципальным предприятием Залог В 25 тысяч рублей Елочные базары Закончат работу 31 декабря В 16 часов Между тем Россияне уже вовсю Планируют новогодние каникулы Великий Устюг В этом году отправится В разы больше туристов Чем обычно Точное количество Знает наш экономический Обозреватель Лариса Шалафаст Здравствуйте В конце недели Нефть дешевеет За один баррель Марки Брент Дают 45 долларов 93 цента Американская валюта Немного подорожала На выходные Центробанк Установил курс доллара На отметке 65 рублей 10 копеек Евро 68 рублей 98 копеек Золото стоит 2571 рубль Серебро 35 рублей 38 копеек за грамм В самарских банках Сегодня дешевле всего Доллар можно было купить За 66 рублей 36 копеек Дороже всего продать За 63 рубля 24 копейки В резиденцию Деда Мороза На новогодние каникулы Приедут порядка 40 тысяч россиян По информации туроператоров Спрос на тур в Вологодскую область Вырос на 20 процентов Самую быструю Ладовеста Начнут продавать в январе Производители обещают Что разгон до 100 км в час Машина с более мощным двигателем Будет набирать чуть больше Чем за 10 секунд На стадионе Самара-арена Уже начались работы по стеклению А кровельные консоли Покрывают антикоррозийным покрытием На этом все Удачи в делах Офис не в моде Требуются сотрудники В рабочих рукавицах Общегородская ярмарка Вакансий прошла в Самаре Жителям предложили Более тысячи свободных мест В самых разных организациях Всего в городской базе Почти 24 тысячи вакансий Рейтинг самых востребованных специальностей Составил наш корреспондент Сразу скажу Юристов, экономистов И журналистов в нем нет Работа есть В свободной должности Сегодня предложили 60 самарских предприятий Это промышленные производства Сферы услуг и общественного питания Муниципальные и государственные учреждения Учебные заведения Молодежные и общественные организации У Екатерины Федоровой Экономическое образование На ярмарке присматривают профессию бухгалтера Или специалиста в финансовой организации Какой-нибудь банк Специалистом Возможно по кредитам Общение с клиентами Вот В Самаре официально ищут работу больше 5000 человек Вакансий в общегородской базе в разы больше Почти 24 тысячи свободных мест Дело не в цифрах отмечают в Центре занятости населения А в балансе между спросом и предложением В настоящий момент среди 24 тысячи вакансий 70% вакансий это все-таки вакансии по рабочим специальностям И 30% вакансий это служащие Тогда как состав пришедших и безработных граждан Стоящих на учете 70% это служащие и 30% это рабочие специальности Среди служащих нужны инженеры, медсестры, врачи, инспекторы Есть даже вакансии артистов В рабочей сфере больше всего востребованы слесари, подсобные рабочие и овощеводы Меньше всего официанты У Максима Косова специальность рабочая Он электромонтер Работал на заводе, в аэропорту Сейчас снова в поисках В принципе нравится как-то С детства привычка мне по проводам Покрутить, повертеть Сейчас такое время пошло Многие жалуются, что зарплата сейчас низкая Люди стараются себя побольше найти Чтобы зарплата была повыше Кроме предложений от работодателей на ярмарке Можно получить консультации специалистов центра занятости Представителей пенсионного фонда и соцзащиты Для соискателей работают мастер-классы По основам предпринимательской деятельности И эффективному трудоустройству Каждый год общегородскую ярмарку вакансий Посещает больше двух тысяч человек И примерно 400 из них находят себе работу Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События Рабочие профессии сегодня в моде И в молодежной среде По информации Министерства образования Более половины учеников девятых классов Выбирают именно среднепрофессиональные Учебные заведения Во многом этот интерес подогревает Конкурсы в профмастерства С 23 по 25 ноября в Тольятти Пройдет региональный этап конкурса Молодые профессионалы Чемпионата WorldSkills Russia Это общемировое движение Которое призвано повысить Престиж рабочих профессий В соревновании примут участие Студенты университетов и колледжей Почти тысяча студентов и экспертов Представят более 70 образовательных Учреждений региона Представители каких профессий Поборются за звание лучших Узнала Лариса Шалафаст Шанс заявить о себе Есть у всех молодых специалистов региона Начинающие сварщики Строители, электрики, швеи и кондитеры Могут показать все свои таланты На региональном чемпионате Молодые профессионалы Причем касается это не только студентов Но и школьников Они тоже смогут попробовать себя в профессии Школьники могут попробовать свои силы То есть, например, поработать на Имитаторе сварки То есть, когда они практически в реальных условиях Практически в реальных условиях Смогут попробовать себя Как сварщика в будущем И сделать какие-то выводы Еще по ряду компетенций WorldSkills – международное движение Основная задача которого – Повысить престиж рабочих профессий во всем мире Самарская область – одно из первых в стране Присоединилась к нему в 2012 году За это время молодые профессионалы региона Завоевали 36 медалей 9 человек вошли в расширенный состав сборной страны В общем медальном зачете Самарская область занимает 8 место из 43 Сейчас задача попасть в тройку лидеров Но для этого придется постараться Требования к молодым специалистам высокие Требования конкурсного задания Напрямую связаны с современными требованиями К квалификации Там заложено именно то, что новые оборудования Новые технологии, новые материалы Новые инструменты используются И в задании формируются Исходя с этой позиции И более того Возникает унифицированная система оценки Победители регионального этапа Примут участие в следующем Национальном этапе чемпионата профессионального мастерства Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События Далее коротко о других темах дня В Самаре сотрудницу почты лишили свободы За присвоение почти 900 тысяч рублей 53-летняя Людмила Гришина По версии обвинения Вносила в кассовые справки Ложные сведения о выдаче пенсии и пособий И расписывалась в этих документах От имени операторов Вину экс-сотрудница почты признала полностью И ее дело рассматривалось в особом порядке В итоге она проведет в колонии Общего режима 1 год и 8 месяцев Трагический инцидент Произошел в селе Рождественное 76-летнего пенсионера с инфарктом Переправили на левый берег Волги на катере Мужчине потребовалась срочная медицинская помощь Спасатели менее чем за час Доставили его в Самарскую больницу В Самаре таможенники подтягивают свой английский Чтобы беседовать со звездами футбола 10 сотрудников поста в аэропорту Курумыч Успешно закончили интенсивный трехмесячный курс Самарском национальном исследовательском университете Имени академика Королева Основная цель обучения Подготовить служащих к чемпионату мира по футболу Матчи которого в 2018 году пройдут в том числе и в Самаре Управлением ФСБ России по Самарской области Проводится отбор абитуриентов Для поступления в пограничные институты ФСБ России на 2017 год Приглашаются юноши В возрасте от 16 до 22 лет Граждане России имеющие Среднее полное общее образование Годные по состоянию здоровья К военной службы для направления на учебу В образовательные учреждения ФСБ России На 2017 год Для справок обращаться по адресу город Самара Улица Пионерская, дом 24 Или по телефону 339-18-68 Штормовое предупреждение в связи с аномальными холодами Объявили областные синоптики Ночами столбик термометра будет опускаться до минус 13 градусов А местами и до минус 18 Днем чуть теплее, минус 4-9 Такие значения температуры ниже климатической нормы Самарского ноября в среднем на 7 градусов Зато будет солнечно и без осадков Такая погода, по прогнозам, продержится в регионе Как минимум до вторника Вторая молодость старого дворца ДК «Нефтяник» переживает масштабную реконструкцию Для Кубышского района это единственный очаг культуры И потому его открытие, оно запланировано на осень следующего года Здесь очень ждут О том, что уже сделали и какая работа еще предстоит Расскажет Андрей Горгуленко Свежий внешний вид, обновленная кровля и крыша Новые пластиковые окна и система отопления 60-летний дворец культуры «Нефтяник» обретает вторую молодость Внутри самого ДК еще предстоит много работы В зале просторным креслом добавят обивку Обновят сценический пол А в фойе отделают стены и реставрируют паркет Среди новшеств и отдельный вход для маломобильных граждан Здесь занималось и занимается порядка 22 студий И мы надеемся, что вот тот темп ремонта, который сейчас заложен Он сохранится и мы увидим результаты в сентябре следующего года И дети сюда вернутся, и жители города будут здесь проводить свой культурный досуг В Куйбышевском районе это практически единственный очаг культуры С большим зрительным залом на 500 мест В спортивных и творческих секциях ДК занимаются более 800 детей и взрослых С просьбой привести в порядок нефтяник главе города Олегу Фурсову Обращались в ходе встреч с населением и трудовыми коллективами Главе администрации района поручено взять под личный контроль ход реконструкции Вижу, как изменяется, как вот ремонтировали крышу, как красили фасад, как меняли окна Секции, они вновь вернутся в свою родную ДК И, соответственно, будут дети заниматься в тех условиях, в которых они привыкли Но условия теперь будут, я думаю, на голову выше Потому что уже сейчас ощущается, что стало намного теплее Общая стоимость работ – 110 миллионов рублей Большую часть денег на реконструкцию ДК получил от благотворителей В сентябре 2017 года обновленный уютный дворец откроет свои двери для жителей Кубышевского района Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, События На две недели назад в лето в Самаре открылась выставка картин лучших импрессионистов страны На полотнах берега Крыма рекомста, карнавал и яркие подсолнухи Каков современный импрессионизм и чем Самара впечатлила мастеров, узнала Марина Кравцова Почувствовать запах летних цветов, услышать шепот волн и ощутить веселье сочинского карнавала Впечатления о лете бурной рекой красок разлились в лектории Самарского художественного музея Проводники в мир жарких эмоций более 40 полотен лучших импрессионистов России Олег Тиняев из северной столицы, Бато Дугаржапов из Москвы И Олег Атрошко из Сочи, южной столицы страны Импрессионизм это в какой-то степени притеча современному и современному искусству И с него начался слом традиции в свое время Он понятен людям и он даже более интересен, скажем, чем какое-то сверхконцептуальное сложное искусство Импрессионизм направление вдохновения Реальность на холстах замирает, оставаясь живой и динамичной Летние картины с юга буквально дышат энергией солнца А работы, сделанные в вышнем волочке, передают умиротворение и спокойствие Хотя, как говорят сами художники, больше любят весну и осень На лето зеленой краски не напасешься Но впечатления от лета остались незабываемыми Художники любят больше весну, так как после тяжелой зимы они все просыпаются, как сон на мухе И бегут с крылом, ждут сирени Весна и осень самые такие полярные сезоны, когда художники начинают кровь бегать Они начинают пушковаться, группироваться и уезжают отрядами завоевывать весенние мотивы Современный импрессионизм соприкасается с эклектикой Авангардные вставки в эмоциональное содержание и вот он, жанр 21 века Впечатлительных художников не оставила равнодушной и Самара Серый ноябрь, конечно, не располагает к творчеству на пленэре Но в ближайшем будущем впечатления о самарском лете могут оказаться на полотнах мастеров Совершить путешествие в лето самарцы смогут до 30 ноября Затем выставка отправится в тур по Волжью Следующей точкой станет, возможно, столица Татарстана Марина Кравцова, Максим Гусев, события Мастер-класс от Итальяна Вера Самару ожидает мировая неделя итальянской кухни Для участников подготовили мастер-классы по приготовлению классических и современных блюд А также фестивали, выставки, кинопоказы и творческие встречи За процессом приготовления итальянской пасты лично наблюдала Олеся Корецкая Это тот случай, когда я особенно люблю свою работу Вот где я еще попаду на мастер-класс по приготовлению букатини по-матричански от настоящего итальянца А еще нам предстоит дегустация Соус греется, букатини варится Почетный консул Италии в Самаре Джангуидо Бредо лично руководит процессом Говорит, с итальянской кухней обручился еще в молодости И с тех пор любовь к ней только растет Почему была организована такая неделя? Все знакомы с итальянской модой, с итальянским дизайном А кухня – это отличительные особенности, гордость Италии Насыщенная панчетто, кисло-сладкая паста помодоро Уже названия звучат вкусно, словно пропитаны щедрым итальянским солнцем Целую неделю самарцы через кулинарные изыски будут знакомиться с культурой страны Такой далекой на карте и такой близкой по духу Паста по-матричански – старинный рецепт Блюдо появилось и получило свое название в итальянском местечке Аматричи Соус в пасте по-матричански Такой пикантный, он известен во всем мире Немного острый, насыщенный Готовится с грудинкой и луком Вместе с кулинарными мастер-классами Для участников приготовлены кинопоказы И творческие встречи с деятелями культуры А также благотворительный марафон В поддержку пострадавших от землетрясения в Италии За разговором угощение для гостей готовится быстро Паста, как и положено, аль денте Чуть-чуть недоварена Ну вот, как и обещали, настоящие букотини По-матричански с томатным соусом, грудинкой Бон аппетит! Олеся Корецкая, Константин Головин, События Мировые тренды дизайна и интерьера на одной площадке В Самаре открылась выставка «Интерьер.рум» Гостям обещают не только заряд вдохновения и идей для ремонта Всех желающих, профессиональные дизайнеры Научат создавать витражи И помогут преобразить старые предметы интерьера Валерия Макарова продолжит Если ремонт продолжается уже который год А вас настиг кризис идей, вам точно сюда В «Экспо-Волге» открылась выставка «Интерьер.рум» На одной площадке десятки интерьерных салонов Дизайн студии и художников презентуют свою работу Картины из мха, роскошные итальянские интерьеры И изящные кованые лестницы А вдохновившись, можно и самому здесь же взяться за кисти и краски На мастер-классе мы будем делать елочки И это если будете брать наши елочки Можете принести все, что хотите Ну, небольшого размера То есть какие-то предметы интерьера, что вы хотите переделать Кроме того, в программе мастер-классы по созданию эскизов и витражей Декорированию и скетчингу «Интерьер.рум» – это еще и традиционная площадка для общения профессионалов Выставка интересная Если она проходит девятый раз, то она, значит, кому-то нужна Дизайнеры здесь могут найти новые технологии, новые контакты, что немаловажно Наряду с традиционными производителями иностранными У нас все в большей степени начинают присутствовать производители, которые локализованы в Российской Федерации Выставка «Интерьер.рум» будет работать в экспо «Волге» до 20 ноября Валерия Макарова, Василий Колдашов, События Всероссийский день самбо на этой неделе отметили и самарские борцы Соревнования прошли для подростков не старше 14 лет С чемпионами интервью записал наш спортивный обозреватель Сергей Кизоркин Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта» Закадычные друзья в жизни, непримиримые соперники на ковре Во Всероссийский день самбо в финале самарского турнира встретились Рустем Исмаилов и Матвей Корчиманов Более опытный Исмаилов положил товарища на обе лопатки Мне понравился поединок с моим другом, он достойен этого, что со мной боролся, потому что он хорошо борется Я его выиграл 5-0, он, конечно, ему не удалось победы, но я был бы немного посильнее и техничнее Всероссийский день самбо отмечают более чем в 100 городах страны Официальная дата рождения национальной борьбы считается 16 ноября 1938 года, когда этот вид спорта был признан спорткомитетом СССР Впервые отмечать профессиональный праздник спортсмены начали в 2008 году Сейчас самбо популярно во всех городах Самарской области Во-первых, я вообще выбрал это для самообороны, потому что я не любил то, что меня все бьют и так далее После этого меня все начали бояться сами Само для меня это жизнь Мне нравится ездить постоянно по соревнованиям Именно те ощущения, которые передает мне борьба Вот, те переживания, потом в конце идет расслабление, когда ты наконец понимаешь, что выиграл это соревнование, выиграл свадку В нашем регионе день самбо отметили в двух городах Сызрани и Самаре На ковры побороться вышли подростки не старше 14 лет А 16-летние самбисты уехали за медалями в Москву и привезли бронзовые награды Эти соревнования такие значимые, ежегодно проводятся в Москве, к ним готовятся Но наша команда практически ежегодно там выступает Поэтому нас приглашают, мы практически ежегодно призерами этих соревнований Поэтому нам специальные приглашения присылают, нашу команду вызывают для участия Отметили в Самаре еще одну дату 70 лет назад в Куйбышеве Николай Васильевич Макаров открыл первую секцию самбо Его ученики, а теперь уже ветераны спорта, участники городских турниров и чемпионатов мира получили памятные подарки Это были новости спорта от Сергея Кизоркина Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой На этом наш выпуск завершен Мы рады сообщить вам, что у нас уже более 11 миллионов просмотров на Ютьюбе Подписывайтесь на Самарегис и смотрите все самое интересное Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения для смартфонов и планшетов на базе Android и iOS Удачи вам! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok